Задать интересующие вопросы, обсудить наболевшие проблемы. Выездной прием населения провел руководитель районной администрации в сельском поселении Огудневское. Обращения самые разные. Так, жители дома, принадлежащего заводу металлосетки, обратились с просьбой о переселении. Здание 1856 года постройки сегодня едва ли является пригодным для жизни. К тому же, по словам жильцов, руководство завода всеми способами пытается их выжить. Сейчас представительница завода огородила землю двойным кольцом. И получается так, что мы живем чуть ли не в резервации. Нам она дала время до мая месяца. Она хочет убрать сарай, где у нас находятся дрова. А у нас же там, кроме коммунальных услуг, только электричество. Все. Туалет на улице, вода на улице. Если она еще и сарай уберет, значит, извините, мы вообще останемся в холодных домах. Займемся обязательно. Ладно. Давайте мы с вами еще встретимся где-то в конце февраля. К этому времени мы обработаем всю информацию. Мне нужно так подключить. Обработаем информацию и уже какие-то предварительные мероприятия проведем для того, чтобы в окончательном время сформировать участок под вас. Еще один вопрос – нехватка фельдшерско-акушерских пунктов. Так, у жителей деревни Ворибогородская нет возможности в шаговой доступности получить медицинскую помощь. Приходится обращаться или в соседние деревни Трубино-Огуднево, или сразу вызывать скорую. Прежде такой пункт в деревне был, но несколько лет назад его закрыли. Тем не менее, необходимость в нем есть. В Ворибогородской фаб работал, там в течение дня, в принципе, до десятка человек все равно посвящало. Мы же спрашивали. Логически нет практически никакого. Никакого. Там какое решение, мы думали, уже начинали. Там есть наша брошенная школа. Когда-то она была сельсовета школы. Там стоит прекрасное здание. Смотрите, что мы делаем. С Николаем Алексеевичем работаем над тем, чтобы он подал администрацию в суд. И после этого суда автоматически переходит правособственность ему на это здание. Мне сейчас нашим женщинам, всем пожилым, как объяснить, через год, через два. Это для них в течение года. В течение года. Придет собственность, в течение двух лет будет ремонт. Всего к руководителю администрации в рамках выездного приема в сельском поселении Огудневска обратились более 10 человек. Часть вопросов касалась оформления в собственных земельных участках. По всем обращениям Алексей Валов дал разъяснение, вопросы взяты на контроль. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Нет, вот именно что было.